Приветствую вас. Давайте я не буду говорить о том, уверены вы в себе или не уверены в себе. Давайте просто подумаем о том, какова природа ревности. Вот обманывает вас ваша девушка. Кстати, вы пишете, что девушка вас не раз подводила в доверие, часто обманывала. И когда через новый раз говорите, что ничего, я уже просто не могу верить, что ничего, как она вас обманывала, были ли измены с ее стороны реальные или нет, непонятно. В чем был обман, то, что вы не пишете. Ведь это очень важно, с чего все началось. И с этого момента мы с вами и начнем наш небольшой рассказ. Дело в том, что совершать подобные поведения, подобные поведенческие модели, у девушки есть два основания. Первое основание – это потребность в чем-то. И второе основание – это просто нежелание ради вас мириться с какими-то своими стремлениями, какими-то своими интересами и так далее. То есть, если в первом случае вы сами не все ответственны за то, что полностью не удовлетворяете девушку, да? То во втором случае девушка сама ведет себя таким образом, что у вас не остается другого выбора, кроме как, по сути дела. В общем-то, быть на вторых ролях. И это нужно понимать. Нужно понимать, что эти два момента существуют. И из этих двух моментов вам нужно что-то выбрать для себя. Вам нужно выбрать то, что толкает девушкой на такое ее поведение. Это очень, очень важно. Следующий момент. Момент, где вы пишете о том, что вы, даже когда «хочу, ревную, когда в коробку юбку одеваю, думаете, что делает это для кого-то». Ну, вам же сказали, что девушка делает это для себя, а не для вас. Я уверен в себе, а так причина неуверенности в себе отпадает. Ну, хорошо. Если причина неуверенности в себе отпадает, интересно, что вы сами об этом заговорили. Возникает сразу вопрос о том, не идет ли защитная реакция у вас в данном случае. Ну да ладно. Давайте бросим на старт. Предположим, что девушка действительно недостойна того, чтобы быть с вами. Почему вы до сих пор с ней, если вы ей не верите? Почему вы от нее не уйдете? Почему вы с ней не достанетесь? Она для вас, видимо, очень многое значит. Значит настолько, что вы мучаетесь себя, срываетесь, значит, не сдерживаетесь, но продолжаете быть с ней. И вот это очень важный момент. Получается, что вы настолько в ней нуждаетесь, что боитесь ее потерять. То есть, что готовы ревновать, мириться с какими-то ее обманами, но при этом не предпринимать реальных шагов для того, чтобы она меняла свое поведение. Возникает вопрос, почему так? В чем причина такого поведения с вашей стороны? Не очень согласитесь, это понятно. Следующий важный момент, это то, что вы хотите, чтобы девушка принадлежала только вам. То есть, вы не хотите, чтобы какие-то, ну, кто угодно вообще на нее даже просто смотрел, просто обычно смотрел. Получается, потому что вы ревнуете как в короткой юбке. И возникает вопрос, вы хотите, чтобы девушка полностью подчинялась вам? Для чего? Она не такая, я вам знаю, она вам не подчиняется. И совершенно непонятно, для чего вам это? Для чего вам, чтобы девушка вам подчинялась? Ведь это уже будет не она, а кто-то другой. И далее, смотрите, какая получается вещь. Вы говорите, я думаю, что она делает это для кого-то, что кто-то нравится, вы думаете. То есть, вы думаете, что вы у нее не единственные. Так как же вы уверены в себе, если вы допускаете, что вы для нее не единственные? Вот в этом и проявляется ваша неуверенность в себе, что вы допускаете, что вы для нее не единственные. А почему вы допускаете, что вы для нее не единственные? Что заставляет вас думать, что вы для нее не единственные? Что заставляет девушку вести себя так, что вы можете быть для нее не единственными? Ответ на этот вопрос я давал в начале. Либо это потребности, которые вы не удовлетворяете у девочки, либо это эгоизм девочки, тогда нужно принять так мое поведение, и либо мириться с ним, либо просто найти другую. В случае, если это просто продвижение личных интересов человека, вы ничего не сделаете, своей ревностью вы ничего не добьетесь. Кроме того, ревность это эгоизм. Ревность это эгоизм, это потребность во внимании со стороны девочки. Эгоизм. К вам. И вы, когда ревнуете, вы думаете о себе. Вы не думаете в этот момент о девочке. И, соответственно, ко всему тому, что я уже сказал, я бы хотел добавить, что вот для начала, на первых парах, если у вас сейчас нет возможности обратиться к психологу, я рекомендую вам такую простую достаточную технику, это когда вам хочется ревновать, когда вам хочется ругаться, вы заставьте себя, сказать девочке, что это приятно, заставьте себя проявить нежность в ней. И вот после двух-трех раз вы это будете делать автоматически, это будет гораздо лучше, гораздо конструктивнее, чем вы проявляете к ней ревность, и тем самым еще больше разрушаете ваши отношения. Если вы ее любите, то подобное перенаправление энергии ваши сыграют только на руку. Я бы хотел порекомендовать вам все-таки выбрать эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним более детально, более подробно ответить на вопросы, которые я задавал, посмотреть на ситуацию по обратными углами, больше узнать про вас, больше узнать про девочку. И, понимаете, ревность – это ваша проблема, потому что вы ревнуете. И если вы допускаете, что вы для своей девушки не единственные, значит, вы не уверены в себе. Вы не уверены в том, что вы для нее один. А раз вы не уверены в себе, не уверены в том, что вы один, значит, вы не уверены в себе. И возникает вопрос, почему вы не уверены в себе. Поэтому я вынужден констатировать, и я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что ваше утверждение о том, что причина неуверенности в себе отпадает, это не так, это ошибочно, не отпадает, к сожалению. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаешь его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи.